Лена, 23 ноября, 18 год. Добрый день, Юлия. Добрый день, Елена. Скоро новогодние праздники. Да, мы вовремя. Уже крещение прошло, простите. У нас растет доченька, и я немного в размышлениях. Стоит ли рассказывать ей о Деде Морозе? Не будет ли это обманом? Или никак не повлияет на доверие в дальнейшем? С наступающим праздником! Сил здоровья и исполнения желаний вам и вашей семье. Елена, спасибо большое, Елена, за поздравления на добром слове. С Новым годом прошедшим. Да, с прошедшим, с Новым годом. А я вот считаю, что нет. Я вот считаю, что нет. Все должны верить в какую-то сказку. Мы с вами в Бога верим. Неизвестно, сказка это или нет. Кто-то атеист, а кто-то верующий. Простите, пожалуйста, у меня верующие и атеисты. Кто-то верит в это. Но детям тоже нужно во что-то верить в конце-то концов. Ну, ты помнишь свое разочарование, когда ты узнала, что у меня Дед Мороза? А не было никакого разочарования вообще? У меня не было. Не было никакой травмы. Зато ты каждый год засыпал и ты ждал. Утро просыпался, бежал под елку, брал этот подарок. Еще все спали, а я уже случайно проснулся и уже перла туда под елку. И счастья не было предела вообще. Можно это оставить? Это должно быть? Я думаю, что да. Я не окуналась в этот вопрос. Это же нужно проводить исследование. Это нужно быть литературой ведомы или традицией ведом. Кто у нас еще за культурой ведом? Это же нужно к ним вопрос. Я, честно говоря, не задавалась этим вопросом. Но никогда вообще нигде не встречала, вот сколько вообще вращаюсь во всех этих педагогических, психологических, нейропсихологических кругах, я никогда не слышала, что нет, давайте не будем врать ребенку. Так Дед Мороз есть, не тот сказочный, а там в Устюге. Он реально сидит. Он ответил моему ребенку на письмо у Кати. Он говорил, я никогда не забуду, расскажу такую жизненную историю. Она, будучи уже чуть ли не первоклассницей, она еще верила в это дело с удовольствием. Она сказала, я хочу письмо написать. Я говорю, конечно, вообще не вопрос. Мы сели, написали коряво, запаковали. Я думаю, ну все, на этом все закончится. Она такая, нет, пошли на почту. А почта в этом же доме, блин, отвертеться не получится. Ну ладно, пошли. Думаю, как-нибудь там что-нибудь это, схитрю. Нет, но она мне все-таки догнула, чтобы не дошли до почты. Она проверила, что я письмо и туда пущу. Я-то написала свой фактический адрес и просто написали Деду Морозу. Куда там, на деревню к дедушке, в общем, как по Гоголю. Гоголю, по Гоголю. Горькому. По Горькому, это по Горькому. Вот. И что вы думаете? И что вы думаете? В июне месяце приходит письмо. У меня был шок вообще. Я из почтового ящика достаю гигантское письмо. Конверт красивый, иголками, шариками, елеми новогодней оформленной. И написано, Катя Николаевой от Деда Мороза. Я просто в шоке была. Я говорю, Кать, тебе Деда Мороз написал. Вот. Она скрывает. Там необыкновенно красивая открытка. Мы открываем. Она музыкально, она играет. Дорогая Екатерина, я получил твое письмо. Было написано рукой человека. Я получил твое письмо. Я учел все твои пожелания. В общем, учись в этом году хорошо. Было написано. От руки кто-то не поленился. Здоровья тебе, твоей семье. Слушайся, маму, папу. Тра-та-та. И в Новый год я тебе, в следующий Новый год я тебе подарю то, что ты пожелала. Попала я, да? Попала я. Если Деда Мороз обещал, кто? Деда Мороз же приедет из Великого Устюга и подарит эти подарки. Попала я. Но ребенок. Вы не представляете, насколько был счастлив ребенок. Да я, насколько была удивлена, что все-таки в Великом Устюге есть это, назовем ее, небесный канцелярий, в котором сидят люди. И действительно, они туда письмо доходят и все-таки получают, и пишут, и присылают. Это же прям, ну, классно. Должно же быть что-то такое. А девчонки, которые у нас на почте работают, я сходила, спросила, говорю, девки, так и так? Я говорю, вы что, письмо получили? Она говорит, да. Мы таких писем в Новый год получаем много. Мы все в Великий Устюг отправляем. Видите, канцелярия в Великом Устюге отвечает и детям отправляют. Но это было потрясающе. Ребенок, оставшийся полгода, старался. Недаром она была отличница, может быть, она поэтому так и ушла. С пятерками, с красным дипломом. Ну, я считаю, пусть будет. Это сказка. Карлсон же нет, это тоже собирательный образ. Это тоже какие-то склейки все детские, фантазии, творчество. А у них же нет стереотипов, рамок. У них ничего нет. Они могут все, они верят во все. Для них это все их мир. Это мы с вами на стереотипах и на рамках. Как так, Дух Мороза нет? Как так, Бога нет? Как так, машина не может с носом быть? А у детей может быть все. И не будем разрушать этот творческий мир, иначе не получится склеек, не получится фантазии, не получится увлеченности, не получится творческих способностей, не получится чего? Не получится, ну, гений к этому не относится, не получится... Как они? Не гения? Кто у нас еще есть? Таланта. Талант, талант. Не получится таланта. Может быть, он вот на этом Дед Морозе живет, на этой фантазии живет, а может быть, сказочник какой-нибудь вырастет. А мы сейчас ему талант его хлобыть. У него талант может писать, фантазировать и придумывать. Пусть будет. Елена, 23 ноября. Извините, что поздно.